Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Кристина и мы начинаем наш десятый урок болгарского языка. В предыдущем, девятом уроке, мы изучали членение существительных имен в болгарском языке. Сегодня мы немножко продолжим эту тему, а также остановимся и на других грамматических моментах. Итак, мы рассмотрим сегодня подробно синтаксические условия членения существительных имен, изучим членение числительных имен, а также позывные формы, конструкции с предлогом пресс, а также остановимся на вопросительных изречениях. Для начала должна сказать о существительных, что существительные имена членятся только при самостоятельном употреблении. Об этом нужно всегда помнить. Начнем сегодня, наверное, с синтаксических условий членения существительных имен. Их есть несколько. Смотрим. Первое условие членения существительных имен. Это когда существительные являются подлежащим. Подлежащие всегда подлежит членению, если называют субъект действия вместе с глаголом сын. Например, водата э, горешта. Переводится как вода горячая. Дервото э, растение. Переводится дерево, это растение. Видим здесь водата и дервото, это очлененные формы, которые употребляются вместе с глаголом сын. Водата э, дервото э. Смотрим дальше. Обязательно очленятся также и существительные, которые употребляются вместе с глаголами казвам се, наричам се или именувам се. Например, другарец сэказва Иванов. Переводится как товарищ пишется Иванов. Второй пример. Студентит сэказва Красимир. Студент называется Красимир. Это два такие примеры. Сейчас переходим к второму условию. Прямое дополнение. Итак, вместе с глаголами, которые имеют суффикс о, например, обера или ожина, которые означают, что глаголные действия охватывают все объекты, тогда прямое дополнение всегда члениться. Например, обрахме крушите. Мы собрали все груши. Ожинахме житото. Сжали всю пшеницу. То есть, все глаголные действия охватывают все объекты, все груши и всю пшеницу. Важно еще запомнить, что если прямое дополнение употребляется вместе с глаголами има и няма, тогда они не членятся. Например, в магазинах има дини. В магазине есть арбузы. Если же прямое дополнение дублируется краткой формой личного местоимения, тогда членения, наоборот, обязательные. Например, децата, ги, има, наснимката. Дети, они есть на фотографии. Здесь есть краткая форма личного местоимения ги, то есть они. И она дублирует слово дети. Дети, они есть на фотографии. Думаю, с этим все понятно. Переходим к третьему условию членения существительных. Итак, это косвенное дополнение. Если косвенное дополнение означает частичность, тогда оно обязательно подлежит членению. Например, взех си от хляба. Это значит взял кусок хлеба. То есть есть целый хлеб, да, мы взяли кусочек, и тогда должны почленить слово хляб, да, хляба. Дальше. Обстоятельственное объяснение. Обязательно имеет место членения, когда обстоятельственное объяснение места употребляется с предлогами. Извын, который переводится вне, извне или за. От кым, от, со стороны. От сам, переводится как по эту сторону. От выд, переводится за или по ту сторону. От татык, это по ту сторону или за. Или, если обстоятельственное объяснение способа употребляется с предлогами спорит, переводится как согласно с, или по, и вопреки, которые переводятся как вопреки. Всегда так же членим, да, эти существительные. Сейчас переходим к членению числительных имен. Числительные имена членятся с помощью членной формы Т. Например, 100Т, 13Т, 12Т, 5Т, 8ДСТ, 9ДСТ, по давам, или такой небольшой пример изречения, да, по давам, ПДСТ, статинки на кондуктор кота. ПДСТ, это членная форма числительного ПДСЭТ, да. Исключения составляют, такие примеры, да, если при существительных, которые позначают предмет, будет такая членная форма ЭДИНИЯ или ЭДИНИЯД, это полная краткая форма для мужского рода, да. Помним, ЭДИНИЯД, это полная форма, ЭДИНИЯД, ЭДИНИЯ, это короткая форма, да, сокращенные. Для женского рода ЭДНАТА, для среднего рода ЭДНОТО, и также будет с числительным ДВА, да, будет ДВАТА, и при существительных мужского рода будет ДВАМАТА, ТРИМАТА, ОСМИНАТА и ХИЛЯДАТА, да. Помните, если есть все мужчины, тогда будет ДВАМАТА, ТРИМАТА, ОСМИНАТА и ХИЛЯДАТА, да. Если же есть только женщины, будет тогда для женского рода. Помните, это когда мы учили числительные имена, мы с этим разбирались так подробно, да. Давайте посмотрим на примеры. ЭДНОТО МОМИЧЕ – РАБОТНИЧКА, А ДРУГОТО – СТУДЕНТКА. Это значит, одна девочка работает, а вторая – студентка, да. Здесь у нас есть членение, такое исключительное членение, да, ЭДНОТО, видим, да. Второй пример. ДВАТА БРОЯ – ЗАВЕСТНИКА, ШТЕ ПОЛУЧИТЕ УТРА. Переводится как ДВА НОМЕРА ГАЗЕТЫ – ПОЛУЧИТЕ ЗАВТРА. Это, да, здесь тоже у нас есть такая члененная форма, исключительная, да, ДВА ТАБРОЯ. Давайте сейчас обобщим, чтобы было более понятно. Смотрим, как же членятся у нас числительные ЭДИН, да. Для мужского рода видим ЭДИН плюс окончание ИЯД. Будет ЭДИНЬЯД. Это есть полная форма членения существительного ЭДИН для мужского рода. Сокращенная форма будет ЭДИН плюс ИЯ. Будет вместе ЭДИНЬЯ. И это сокращенная форма членения числительного ЭДИН для мужского рода. Дальше женский род ЭДНА плюс ТА, выходит ЭДНАТА. Средний род ЭДНОТО. И множественное число ЭДНИТЕ. Да, что касается числительного ДВА, также для мужского рода ДВАМА плюс ТА, выходит ДВАМАТА. Для женского ДВА плюс ТА будет ДВАТА. И для женского рода ДВА плюс ТА, ДВАТА. ТРИ, ЧЕТЬЕРИ также имеют членные формы. ТРИ будет иметь ТРИТА, ЧЕТЬЕРИ, ЧЕТИРИТА, ПЕТ, ПЕТА, ЧЕТЬЕРИТА, ЧЕТЬЧЕСТЕ, СЕДЕМ, СЕДЕМТЕ, ОСМИНА, ОСМИНАТА. Это для мужского рода также. Если же числительное имя многоцифренное, тогда членится только последняя цифра. Например, хиляда, девятстотен, осемьдесят и петта година. Переводится как 1985 год. Мы подчленили только последнюю числительную, последнюю цифру пять. Петта година. Обратите внимание, что година в болгарском это год. Година в болгарском женского рода. Поэтому мы говорим не петти година, а петта година, как для женского рода членим. Порядковые числительные мужского рода членятся как прилагательные имена мужского рода. А женского и среднего рода членятся как соответствующие прилагательные женского и среднего рода. Множественные формы порядковых числительных при членении совпадают с соответствующими формами прилагательных имен в множественном числе То есть имеют окончание Т Сейчас переходим к позывным формам Позывные формы есть только для существительных имен мужского рода Которые заканчиваются на согласный звук И для существительных имен женского рода, которые заканчиваются на А или Я Эта форма в болгарском языке называется вокатив Давайте посмотрим табличку Итак, у нас есть для женского рода и для мужского Первые два столбика это для мужского рода Есть основная форма и есть позывная форма И также для женского рода основная форма и позывная форма Давайте будем смотреть Итак, у нас есть имя Иван Для мужского рода первый столбик Иван, позывная форма будет Иване Петер Петере Другар Другарю Господин Господине Син Сине Чувек Чувече Видим, что в мужском роде есть окончание Э После твердых согласных Ию В существительных именах с суффиксами ар и тел Сейчас мы это еще раз повторим Сейчас смотрим на женский род Итак, у нас также есть основная форма и позывная форма Смотрим Основная форма Майка Это мать Майка Позывная форма Майко Мама Это разговорная такая больше форма Также переводится как мама Мама Позывная форма Мамо Разговорная Леля Это тетушка Позывная форма Лелё Госпожа Госпожо Другарка Другарка Другарко Госпожица Госпожица Иванка Иванке В женском роде видим, что окончание есть Э Давайте еще раз повторим Смотрите, в мужском роде есть окончание Э После твердых согласных Ию В существительных именах с суффиксами ар и тел Например, другар Другарю будет В женском же роде есть окончание Э В личных именах с суффиксом КА Иванка Иванке Позывная форма Во всех остальных случаях Позывные формы существительных имен женского рода имеют окончание О Примечание В женских личных именах типа Мария, Таня, Элена, Ирина Позывные формы обычно не употребляются Важно помнить, что мужские личные имена, такие как САВА и ТОМА, а также уменьшительные женские личные имена с суффиксом ЧЕ, например, ДАНЧЕ, ВАНЧЕ, ЛЕНЧЕ, употребляются только как обращение Если же это не обращение, тогда эти имена членятся Это очень важно запомнить, да? То есть будет, если это не обращение, тогда мы говорим так Не ДАНЧЕ, А ДАНЧЕ ТО Не САВА, А САВА ТО Например, ДАНЧЕ, КОЛКО ЭЧАСЫТ ДАНЧЕ здесь в этом изречении обращение ДАНЧЕ, КОТОРЫЙ ЧАС Второй пример ДАНЧЕ ТО ВЛИЗА В МАГАЗИН ДАНЧЕ ТО это не обращение Просто в изречении мы говорим, что ДАНЧЕ входит в магазин Но в официальных документах, например, паспортах, дипломах и других Такие имена записываются нечлененными Это также важно знать Сейчас мы с вами научимся составлять конструкции с предлогом пресс Сочетание предлога пресс и нечлененного существительного Которое обозначает время, например, день, время, месяц или год И другие, да, отражается интервал времени между повторяющимися действиями Например, САМУЛЕТЕТ ЗА ВИЕННО ЛЕТИ ПРЕСДЕН Это значит, что самолет летит в понедельник, в среду, в пятницу и так далее То есть через день, да Второй пример Автобус ЧЕТЕРИ МИНОВА ПРЕСПЕТ НА ИСЯТ МИНУТИ Это значит, что автобус идет каждые 15 минут То есть в 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 и так дальше, да То есть это и есть интервал между повторяющимися действиями Это когда предлог пресс употребляется с нечлененным существительным Сейчас смотрим Если же Сейчас, минуточку Через сочетание предлога пресс и члененного существительного Которое обозначает день Обозначает время То есть это может быть день, время, месяц или год Отражается период времени, в рамках которого происходит действие Например Пресс ношта аспя Ночью я сплю То есть это период времени, ночь Всю ночь я сплю Или второй пример Пресс зимата э студену Переводится как зимой холодно То есть период времени зима, зимой холодно Мы можем еще посмотреть на разницу между Если мы говорим, например, в секи ден Это будет значит понедельник, вторник, среда, четвертых Это значит, что каждый день, да То есть беспрерывно, каждый день, сегодня, завтра, послезавтра И так дальше Что-то Есть какое-то действие, да Если мы говорим пресс ден Это значит, что это через день, да Понедельник, среда, петок и неделя И так дальше, да Если мы говорим всяка година Это значит, что каждый год что-то происходит Например, да В 2011, 2012 и так дальше Если мы говорим пресс година Это значит, что мы говорим через год То есть в 2011, потом в 2013 Дальше в 2015 и так дальше Это так, чтобы вам было наглядно, понятно, да Теперь давайте еще немножко поговорим О вопросительных предложениях Итак, вопросительные предложения в болгарском языке Можно составлять двумя способами Первый, это с помощью вопросительных слов И второй, это с помощью вопросительной частицы ли Давайте сначала остановимся на вопросительных словах Вопросительные слова Это могут быть местоимения и наречия Такие как КОЙ, КОГА, КАК, КИДЕ, КОЛКО или КАКВО Обычно стоят в начале предложения А ответы на такой тип предложений должны быть полными Это нужно запомнить Например, спрашиваем, да КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ЧЕВЕК Что делает этот человек? Ответ должен быть полным, да, помним И отвечаем ТОЙ КУПУВА ПЛУДОВЕ Он покупает фрукты Вопросительная же частица ли Это второй способ сделать вопросительные предложения Всегда Эта частица ли Всегда стоит после слова Которое содержит ядро вопроса Если это слово не является глаголом Тогда частица ли Стоит между этим словом Ядром вопроса и глаголом Например МАРИЯ КУПИ ЛИ ДИНЯ КУПИЛА МАРИЯ АРБУЗ МАРИЯ ЛИ КУПИ ДИНЯ Это МАРИЯ КУПИЛА АРБУЗ, да Или ДИНЯ ЛИ КУПИ МАРИЯ МАРИЯ КУПИЛА АРБУЗ Да, то есть три вопросы Но разный перевод, да Понимаем, что Если ли стоит после купи Тогда мы спрашиваем КУПИЛА ЛИ, да Если ли стоит после Мария То мы спрашиваем Кто купил, да Мария или кто-то другой Если же ли стоит после Диня Тогда мы спрашиваем Мы знаем точно, что это Мария Мы знаем, что Мария что-то купила Но мы спрашиваем Был ли это арбуз, да Вот на этом примере, я думаю Здесь нам должно быть все понятно То есть три варианта Три вопросительные предложения И три ответа, да Могут быть разные Ну что же Еще один момент На вопросы, составленные с помощью частицы ЛИ Такие, как мы сейчас видим, да Отвечают обычно просто Да или НЕ То есть КУПИЛИ ДИНЯ МАРИЯ Мы можем сказать Да или НЕ, да Или, например, еще один пример Из Кашлида влезем в магазин Да Переводится как Хочешь, чтобы мы зашли в магазин Простой ответ Да Да Ну что же На сегодня мы закончили В следующем, одиннадцатом уроке Мы будем изучать новую Опять большую тему А именно Прилагательные имена в болгарском языке А также подробно рассмотрим Фонетические перемены И членения прилагательных На сегодня все Спасибо за внимание До свидания До вижданы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok